Друзья, приветствую вас на канале All Time TV. Сегодня мы в музее времени и часов, потому что здесь сегодня открывается выставка Константин Чайкин, часовщик, изобретатель, художник, которые организованы при поддержке All Time. Ну что же, здесь сегодня невероятное событие. Здесь представлены самые интересные работы Константина Чайкина. И при этом, кстати, в этом году, в 2023 году, Константин отвечает 20-летие своей творческой деятельности. Мы сегодня пообщаемся и с Константином, и с некоторыми гостями этого прекрасного события. Пойдемте. Рядом с вами Александр, это часовой эксперт, блогер, человек, который разбирается в часах. Александр, здравствуйте. Добрый день. Вот сегодня мы здесь обсуждаем тему феномена Константина Чайкина. Вот по-вашему, в чем заключается феномен? Самое главное, что у Константина было и есть, я надеюсь, так будет продолжаться, и свое лицо в часовом мире. Константин никогда не занимался копиями. Этим грешат многие дизайнеры в автомобильном бизнесе, в индустрии моды. Константин всегда в лучшую сторону отличался от других тем, что придумал свое. Это касалось и часовых мануфактур, именно механизмов, и в первую очередь дизайна. И простым языком выражаются его часы узнаваемые. В часовом мире это очень важно. Он был на выставке в Ленкине, выставке продажи, это такая ярмарка часовая, одна из таких известных, она называется WTA. Так вот, там наряду с часами Ришар Миль, Патек Пилип, Олдемар Пигет стояли в продаже часы господина Чайкина с очень серьезной наценкой, и это приятно. Это смешно, но это приятно, потому что, если там люди интересуются костяными часами, значит, это действительно признанный часовщик, и для нас это очень важно, что в России часы есть. Какие у вас эмоции по отношению к этому мероприятию, ну и в принципе по отношению к творчеству Константина Чайкина? Во-первых, я бы хотел сказать большое спасибо компании All Time. Сейчас, к сожалению, очень мало компаний проводит мероприятия, а здесь оно обширное, масштабное, тем более в таком огромном, не побоюсь этого слова, здании. И безусловно, Константин Чайкин – это высочайшая фигура в часовом бизнесе, и среди наших часов, это, на мой взгляд, номер один, кто показывает действительно достойные вещи высокого уровня. Поэтому мне очень приятно здесь находиться. Я поздравляю Константина, поздравляю компанию All Time, то, что собрались здесь все вместе, и желаю всем любителям высокого часового искусства приобрести себе часы Константина Чайкина. Вы знаете, на просторах интернета считал, что даже сам Константин говорил, что в современном мире, когда огромное количество гаджетов, устройств, которые и так показывают время, очень важно, чтобы часы были не только техническим каким-то средством, но и средством, которое вызывает эмоции. Вот работа Константина Чайкина, вот у вас. Какие эмоции вызывают? Одновременно восхищение изобретательностью, наличием иронии, что редкость для часового механизма, и выдержанностью этих обоих элементов, поскольку они в некотором роде противоречат, потому что часовая механика – это очень серьезная наука, а ирония свойственна на более легкомысленных вещах. Вот Костя умеет балансировать между этими величинами, не в ущербе часовой механики, а наоборот эмоции, чувства юмора и какие-то выдумки, они служат функцией демонстрации времени. И это очень интересно. Интереснейших людей встречаем сегодня на мероприятии. Антон, главный редактор журнала Man Today. Как впечатления о мероприятии в целом, ну и о тех работах, которые представлены сегодня на экспозиции Константина Чайкина? Вы знаете, мне очень нравится и сама концепция музея, и то, что Константин здесь присутствует, потому что то, что происходит с российским часовым делом сейчас, действительно интересно, потому что, ну, не секрет, что 30 лет назад, когда появилась наша страна, здесь не было никакого понимания, что такое часы. И мы видим, что вот за этот короткий промежуток времени мы создали настолько мощную индустрию, которая влияет на весь мир, потому что то, что Костя делает, это, правда, продукт мирового уровня. И это очень ценно. И я считаю, что каждый должен прийти сюда, посмотреть все это и понять, откуда идут эти корни и куда они идут. А вот сейчас, спустя 20 лет, имея за плечами колоссальный опыт, конечно же, вот эти невероятные награды, которые вы получили, есть вот ощущение, как, ну, может быть, все? Может быть, теперь можно оставаться позже и почем как-то себя на лапрах или же еще тоже есть какие-то амбициозные проекты, которые ждут вас впереди? Прекрасный вопрос, потому что, конечно, я его себе задавал. То есть, когда после того момента, как ты получаешь, допустим, был такой момент, в 2018 году, после получения награды Гран-при, было ощущение того, что вот, ты вот получил этот часовой Оскар, как бы эта вершина каких-то возможностей, и в этот момент действительно ты начинаешь искать другие цели. Я, опять же, повторно сравниваю это с альпинизмом, то есть, когда ты поднимаешься на гору, тяжело преодолевая многодневный путь тяжелый, да, с ночевками в палатах и так далее, достигаешь вершины, оглядываешься вниз, думаешь, все, больше никогда не пойду. Все, как бы, это последняя гора. Все. Но ты спускаешься вниз, да, достигаешь, видишь, как бы, вот этот цвет потрясающих красок, как бы силу жизни, и потом наступает, как бы, желание, и смотришь по сторонам, и ищешь следующую вершину. Так же, собственно, и здесь происходит. Когда ты достиг, как бы, какой-то невероятной цели, следующая задача, это найти еще более сложную для себя и более недостижимую цель и к ней идти. Слава Богу, таких невозможностей и невероятных вещей, для которых нормальный человек скажет, мне это сделать невозможно, вот я, к счастью, себе такие цели ставлю, я их нахожу, вот, и я стараюсь их достигать. Ну, это, наверное, самое ценное и самое важное, что меня сегодня толкает, заставляет двигаться дальше. Друзья, Женевской гран-при в области часового искусства. Награда Константина Чайкина за дерзость. Вот, за такого вот клоуна. Очень интересная экспозиция. Фактически полное собрание работ и еще экскизы, интересные тетради. Собственно, весь, как говорится, бэкстейшн работы Константина Чайкина. Потрясающая экспозиция. Она открыта для вас до 21 мая. Работает практически целый день. И вход, конечно же, свободный. Приходите и наслаждайтесь. Русаковский, дом 1. Это бутик компании All Time. Мы вас ждем.